МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире специальный выпуск программы Время новостей. Меня зовут Евгений Стока. Здравствуйте. Глава КОМИ Владимир Уйба выступил со специальным обращением к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Буррык, добрый вечер. Сегодня состоялось несколько важных мероприятий, в которых я принимал участие. Расскажу обо всем по порядку. Первое совещание в режиме ВКС проводила заместитель председателя правительства Российской Федерации Голикова Татьяна Ексимовна. Суть этого совещания – это социально-экономическое развитие регионов северо-западного федерального округа. Принимал участие в этом совещании полномочный представитель президента в северо-западном федеральном округе Гуцан Александр Владимирович. И у меня была возможность выступить на этом совещании. И я осветил на два вопроса основные темы. Первое – это план диверсификации. он напрямую связан с социально-экономическим развитием нашей республики. В этом плане на сегодняшний день одобрено пять проектов. Пять проектов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. И это позволит нам дополнительно создать более двух тысяч рабочих мест. Кроме того, что я уже достаточно часто упоминаю этот план, у нас еще одна задача. План утвержден, мы по нему уже работаем. А вот еще одна задача – это на уровне правительства РФ утвердить программу социально-экономического развития Республики Коми. Вот сегодня я озвучил эту тему Татьяны Александровны Голиковой, попросил поддержать эту программу, потому что это даст возможность нового витка, нового развития всем сферам. Это и образование, это и здравоохранение, это и культура, это и спорт, это развитие дорожной сети, развитие коммунальной сети, это развитие городской среды и комфортной городской среды в том числе. Поэтому для Республики это очень важно, и для вас, уважаемые жители, это кардинально поменяет и улучшит качество жизни. Поэтому, Татьяна Сеуна, я попросил включить в протокол с тем, чтобы дальше уже была возможность представить проект программы по социально-экономическому развитию уже на площадке правительства Российской Федерации. И еще одна тема, или даже одно радостное событие. Сегодня я поздравил личный состав войсковой части 51-34 с 25-летием. Эта часть была сформирована из внутренних войск МВД России в 13-й центр подготовки личного состава войск Национальной гвардии Российской Федерации. За четверть века подготовлено десятки тысяч специалистов инженерных войск, и они достойно несут службу в разных регионах России. Военнослужащих отличает профессионализм, верность Родине и присяге. Очень многие из ветеранов и сегодня действующих военнослужащих, кто обучает солдат и офицеров в этом центре, удостоены высоких государственных наград. К сожалению, за это время не обошлось и без потерь. Поэтому, конечно, вечная память героям, которые сложили головы за верность присяге и за верность России. Пожелал военнослужащим крепкого здоровья, крепкого тыла, потому что они действительно очень часто уходят в командировки, уезжают в командировки. И очень важно, когда семья ждут и встречают, с радостью встречают защитников Родины. И, конечно же, пожелал им удачной службы с тем, чтобы каждая их командировка, каждая их боевая тревога заканчивалась победой, и чтобы они возвращались живыми и невредимыми. И еще один именинник. Сегодня 91 год со дня создания нашего драматического театра именно Виктора Савина. И, конечно, в этот день рождения я хочу поздравить ветеранов театра сегодняшнюю труппу. И, конечно же, всех, кто любит театр, кто следит за его репертуаром, кто постоянно аплодирует артистам. Еще раз хочу сказать, что наша гордость – это артисты театра. И сегодня, в день рождения театра, я хочу пожелать всем творческих успехов, очень благодарных и рукоплескающих зрителей, и, конечно же, отличной, самозабвенной игры, великолепных постановок и процветания нашему замечательному театру драмы. Ну и в завершении, как обычно, ситуация. Мы опять подросли. У нас сегодня за сутки выявлено 268 заболевших коронавирусом. Вчера, я напоминаю, было 264. Мы продолжаем рост. Выздоровело 160 человек. Ничего не меняется по основным нашим болеющим городам, муниципалитетам. Муниципалитеты добавляются – Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута, Сосногорск. Вот основные наши города и муниципалитеты, где сегодня наиболее высокий уровень заболеваемости. По развернутым койкам мы дополнительно за последние сутки развернули 20 коек в Инте, потому что, вот повторяю, к сожалению, рост и в том числе муниципалитета. По занятым койкам – 1911. Ну, достаточно большая просто выписка. Вы знаете, что вчера было чуть больше занято. Но думаю, что, к сожалению, в ближайшие дни мы начнем опять расти и по госпитализированию. По прививочной кампании на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 257 474 жителей Республики Коми. Огромная благодарность за тем, кто откликается и прививается. Запас вакцин у нас еще более вырос. У нас сегодня более 164 тысяч доз. За последние сутки поступило 3240 доз вакцины. Поэтому снова и снова призываю всех, кто еще не привился, думает о том, прививаться или нет, конечно, принимать решение и прививаться. На сегодняшний день, уважаемые жители Республики, это вся информация. Берегите друг друга. Обязательно соблюдайте масочный режим. Вы видите, идет рост, становится уже небезопасным общаться, особенно в общественных местах, без маски и без перчаток, или если не обрабатываете руки. Поэтому всего вам самого доброго, здоровья, до следующей встречи. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова